Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Но начнем мы сегодня с непривычного, это обновление лаунчера Star Stable, сейчас он выглядит вот так, очень непривычно, у нас в основном все пространство лаунчера занимает анимация, анимация трейлера Star Stable с грядущими обновлениями, которые проходят. Вот сейчас мы видим трейлер дня открытых дверей конюшни Юрвика, здесь показывается, в следующий раз какое-нибудь другое видео будет по следующим обновлениям. Что же здесь есть? Политика конфиденциальности, помощь, настройки, аккаунт, это все кнопки, они перекидывают вас непосредственно на сайт Star Stable. Ну а здесь, как всегда, новости SK Star Rider. Они теперь вот так вот высвечиваются. Последние новости нам показывают вкратце, если мы нажмем, то перейдем на сайт сразу. SK вот такое окошечко, Star Rider вот такое вот окошечко. И теперь, мы сейчас все можем обратно убрать, нам еще здесь показывают количество наших старкоинцев и сколько дней ухода в конюшне. Если мы нажимаем плюсик, то нас опять же перекидывает в SK на сайт. А если мы нажимаем плюсик по уходу за лошадью, то у вас какое-то такое вот окошко. Уход за лошадьми, дни ухода за лошадьми и отсчет, сколько же у вас их осталось. Сейчас функция уход за лошадьми поможет позаботиться о твоих лошадях, когда у тебя много дел или нет возможности играть. Можно добавлять их, так что теперь, если вам, к примеру, неохота заходить в игру или вы не сидите через приложение, вы можете делать это через лаунчер. Зашли в ваш аккаунт, купили, оплатили и все. За 8 лошадками вновь ухаживают Майя. Так что вот так вот. Ну а теперь давайте же нажмем кнопочку «Играть» и окажемся в новом обновлении. И всем привет! Теперь мы снова в игре и сегодня с нами мой любимый конь на данный момент это Лайтушка. Что уж, Лайтуша снова с нами, да, и он очень хочет поделиться своими новыми науками, которые он получил благодаря сегодняшнему обновлению. И чтобы посмотреть это обновление получше, я перешла в загон Марли. Сейчас мы нажмем и включим конкурные препятствия. Помните, схема Асона подходящая. Итак, что же выпустили в сегодняшнем обновлении? А выпустили это на некую систему анимации лошади. Точнее, ее плавных переходов на различные алюры. И я не могу точно сказать, что в итоге изменилось, но управление лошадью стало опять каким-то другим, каким-то новым. То ли плавнее, то ли проще, то ли сложнее. Не знаю, кому как. Мне кажется, теперь он лучше поворачивает, как видите, без задержек особых. Вот так вот качать может головой. Да, это уж устал, качать головой. Переход на каждый последующий алюр мне кажется теперь еще более быстрым. И как жаль, что это обновление вышло не в прошлом месяце. На соревнованиях, которые были у меня буквально недавно, это было бы очень кстати, особенно во время Менки. Кстати, давайте попробуем, вот допустим, как мы делали Менку. Мы едем Манежным, переходим на шаг. Вот, кстати, еще один неприятный сюрприз, это убрали моментальный переход. То есть, к примеру, вот сейчас я еду в Манежным, я нажала кнопку назад два раза. Все мы знаем, что с Манежного, чтобы перейти на шаг, нужно нажать, ну, два раза. Но, когда вы едете и вам нужно это сделать быстро, вот я два раза нажала, он не засчитывает этот переход. И то же самое теперь, та же самая проблема с осаживанием. Когда вы едете назад, и если мы раньше прожимали вперед, если вы хотите подняться в рейс три раза, раз, два, три, вот я прожала, он не засчитывает эти прожатия и все равно шагает. Но если нужно сделать побольше, раз, два, три, четыре, пять, он может подняться в Манежный. Давайте еще раз попробуем. Мы делаем осаживание, раз, два, три, он шагает. Хотя, по идее, вот, раз, два, три. В медленном режиме это переход на рысь. Давайте теперь еще раз попробуем. Раз, два, три, четыре. Вот, четыре раза, давайте еще раз. Тут, в общем, теперь вам придется очень долго привыкать. Может быть, у кого-то три раза и работает. Ну, вот, у меня лично на Лайтуши такой фокус больше не работает. Так, Лайтушку давай на осаживание. Раз, два, три, четыре. Вот, теперь нужно четыре раза. Я не понимаю, почему. Хотя, по идее, надо три. И, в общем, это очень интересно все. Повороты стали, по-моему, еще более резкими на любом алюре. Переход. Да, вот, переход мне очень нравится. Он моментальный стал. Вы видите, вот эту просто детальность перехода. То есть, теперь, мне кажется, действительно можно шаги считать. Хотя бы у себя на экране. Ну, вот, мне вот еще интересно. Раз, два, три, четыре. Так. Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Вот он не засчитал. Хотя нет, пожалуй, я соврала, когда сказала, как жаль, что оно не вышло до соревнований. Нет, как хорошо, что оно вышло после соревнований, потому что за неделю привыкнуть к такой езде я бы, наверное, не смогла. Раз, два, три, четыре. Три раза надо нажать. То есть, получается, теперь, чтобы резко повысить, в моем случае, бельгийца на алюр, надо приложить к этому больше усилий и вместо стандартных двух-трех, допустим, прожать и делать на одно больше. Раз, два, три, четыре. Просто и сделаю. Раз, два, три, четыре. Ну, сколько раз? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Это сложно, это сложно. И к этому просто невозможно привыкнуть в ближайшие пять минут. Так, но это еще не все. Это я показала то, что меня больше всего волнует, что мне придется учить заново, как будто впервые седло село. Но, если раньше у нас были лошади, то теперь у нас горные козлики. Потому что они изменили прыжки. Но не анимацию, а... Частота. С какой частотой можно делать прыжки подряд? Раньше, вы помните, была задержка. И сразу два прыжка сделать подряд не получалось. Теперь ситуация стала намного веселее. Потому что, как только вы совершаете прыжок, стоит вашей лошади капснуться передними ножками земли, вы можете хоть упрыгаться дальше. И выглядит это теперь вот так. Вы можете безостановочно прыгать по юрвику, но в этом случае вы не можете поворачивать на ходу. Поэтому это работает только на прямых дистанциях, на любом алюре. То есть вы видите, да? Это может быть странно, мне вообще жалко своего коня, но я должна вам это просто продемонстрировать. Как это странно. То есть, как только ножки касаются, можно в следующий прыжок идти. Из чего я делаю вывод? Возможно, в скором времени, когда нам будут добавлять какую-нибудь некую конкурную трассу, возможно, на постоянстве, которая была бы в каком-нибудь загоне, может быть, там будет несколько препятствий подряд, в которых и понадобится вот этот навык. Но, кстати, это речь идет сейчас о третьем поколении. Но давайте посмотрим на какой-нибудь из вторых поколений. На первые мы уже не пойдем, их все равно, видимо, совсем скоро, совсем уберут. И в ближайшем будущем у нас останутся только вторые и третье поколения. Поэтому давайте проверим на какой-нибудь лошадке второго поколения. Самым первым и поближе всего у меня оказался старенький второго поколения Липецан, о которых мы тоже сейчас с вами поговорим в конце этого обзора на Алюры. На них это изменение смотрится еще более странным. Вот этот детальный переход. Ну, кстати, если другие игроки видят вот эти переходы так же, как я их у себя на экране, то можно играться и пытаться изображать какие-нибудь элементы. Так, ну, меня интересует прыжок. Да, прыжок почти такой же, почти так же смотрится. И это очень странно. Это очень странно. Так, ну все, с анимациями мы закончили. Теперь пора поговорить об остальных обновлениях, ну, а также и о спойлерах, которые вышли сегодня в один день с обновлением. Что касается еще обновления, нам переделали окрас одного Моргана с рыжей гривой. Игроки посчитали, что его масть и цвет гривы и хвоста не совсем соответствуют реальности. И поэтому решили немножечко надавить на разработчиков, дабы переделать данную масть. В итоге разработчики пошли навстречу и переделали. Теперь масть стала менее бордовой и больше в холодный шоколадный цвет. Кончик гривы и хвоста стал не таким теплым, а более холодного желтовая оттенка. И, в принципе, вы можете видеть у себя на экране разницу до и после. Теперь поговорим о спойлерах. Спойлеров очень-очень много. И если вы не готовы узнавать, что же нам рассказали, что нам показали, есть спойлеры, то я скажу просто, что ждет нас на следующей неделе. На следующей неделе фестиваль конного спорта. Вот-вот начнется. Заряд адреналина обеспечен. Нам обещали много всего на этом конном фестивале. И, если честно, я его жду, не дождусь. Конный фестиваль один из моих любимых праздников, который доступен в конюшне Юровика. Туда приедут лошадки разных мастей и обязательно добавят каких-то новых лошадей. Амуницию. Возможно, приедут уже, я надеюсь, в тот же день к нам новые колокольчики. Я очень на это надеюсь. И, может быть, еще куча других всяких пород, о которых теперь я поговорю в спойлере. Итак, спойлеры. Нам рассказали о том, что в ближайшее время добавят колокольчики. Нам их уже показали. Вот такие вот потом еще лохматенькие вальтрапы. Село с очень необычным стременем. Так что, я думаю, так действительно приедет все на фестиваль конного спорта. А теперь спойлеры о породах. Нам добавляют арабов или же пинтабианов. Пока что считается, что моделька ничем не отличается. Но вы посмотрите, какие прекрасные беги и масти. Я даже не знаю, какого из них я хочу больше. Хотя, это не самая моя любимая порода. И я не собираюсь скупать всю породу пинтабианов или же просто пигих арабов. Так как они особо пока ничем внешне не отличаются. Но вот одну какую-нибудь чисто для коллекции я бы взяла. Но на этом лошади не заканчиваются. Нам показали обновленных липицыанов. Да-да, ребят, вот этот старичок уже совсем скоро получит свое обновление в виде перевыпуска. И у нас будут новые липицыаны. Но я что хочу сказать. Мне данная порода очень нравится. С этой мощной шеей, мощным телом, округлым масти светлой серии. Я не знаю, какую именно вариацию я хочу. Но какую-нибудь обязательно возьму. Может быть не одну. Учитывая то, что когда-то липицыан второго поколения был одним из топ обожаемых лошадей. Наравне с вороными чистаковыми фризами. Они просто спортивными. И все катались либо на англичанах, липицыанах и на фризах. Также нам показали двух спойлерных коней на Пасху. Это вот такая вот Аполлоза и Лохматик. И вот они мне зашли оба. Я очень их хочу. И двух точно куплю. Ну а вы в будущем увидите их на видеопокупке. Ну а на этом это все новости, которые я пока знаю на сегодня. Так что на этом все. И я буду с вами прощаться. Не забывайте тренировать своих лошадок. Чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Вы теперь ее учили, что конный фестиваль. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!